Всем здравствуйте! Сегодня у нас на эфире монахи из Ульяновской области. Я думаю, некоторые из вас уже знают эту историю, которая началась перед Новым годом, буквально в конце 2023 года, когда, ну так скажем, людей начали прессовать за их веру, за их взгляды, за их слова. Монахи обратились ко мне для того, чтобы осветить свою историю, для того, чтобы рассказать, что происходит именно сейчас. И, как мы с вами понимаем, по большому практическому опыту общественной деятельности, активности, что огласка – это то, что работает на сегодняшний момент. Во-первых, да, получается у нас общественный резонанс, и в этом случае уже все, так скажем, замыслы в отношении людей, их намного труднее проворачивать. Конечно, как минимум, приостанавливается все эти процессы, может быть, они как-то смягчаются, то есть правда начинает выходить на свет, но, конечно, как максимум, очень бы хотелось, чтобы какие-то вот такие преследования, непонятные, они вообще были прекращены. С нами сегодня отец Анну Фри, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, дорогие слушатели! Я думаю, введите людей, так скажем, наших зрителей, слушателей в курс дела, кто совсем не знаком с вами, с вашей историей, с чего все началось, когда началось. Давайте, благодарю вас, Наталья. Значит, с чего началось? Началось все с того, что наш представитель нашей церкви, державный Владыка Засима, уже на протяжении 8 лет он выкладывает видеопроповеди на канале YouTube. И о чем же все это время говорил Владыка Засима? Он говорил именно о Духе Божьем, о правовых учениях в нашей церкви, что нарушается почти всеми или многими, и в чем состоит именно истинное право исповедования православия. Но что же касается вот этой ситуации, о которой вы бы хотели сегодня поговорить с нами, что же произошло? В 1923 году, когда мы вышли на крестный ход с иконочками, которые обидно миром истекали, хотели людям милость оказать того рабочего поселка, который рядом с нами находится. То есть все люди православные должны знать, что когда икона истекает миром, то это чудо. Вот мы хотели поделиться этой радостью с людьми, желающими именно приложиться, можно переложиться к этим иконочкам, получить какую-то милость от этих иконочек. С чем же мы столкнулись? С тем, что эти сотрудники, так называемые вот этой вот полицайни, мы называем их полицайи, потому что они по своим действиям такими и являются. И вот они нас доставили, нарушая всякие законы и все остальное. Ну что же мы теперь видим? Вот если я не хотел бы, если честно, начинать с этого, что мы теперь видим? Теперь помимо нашей ситуации, мы видим много-много людей в стране, они пытаются писать, обращаться. Но хочу вам немножко сказать, что это за люди наверху, кому они поклоняются и почему основная масса жалоб и каких-то заявлений остаются без ответов. Как они реагируют? Даже сейчас, да, вот эти вот массовые потопы, я везде вижу, что люди просто недовольны. Все недовольны управлением как внутри страны, так и в тех регионах, где случаются эти катаклизмы. Мы не хотим оставаться равнодушными к таким людям, поскольку и сами находимся в такой ситуации. И нам очень грустно от того, что когда понимаем, когда это тебя лично не касается, то, как правило, людей это не тревожит. Так вот мы хотим все сплотиться. И сплотиться хотим именно рассказав, потому что думаю, что у нас один общий враг, и попытаюсь сейчас объяснить, на основе чего я говорю. Вот смотрите. В нашей стране есть люди, которые совсем не верят ни в кого и никакой веры не исповедуют. У нас есть конфессия мусульман, есть конфессия православных, есть конфессия буддистов и так далее. Есть вот люди, как вы, Наталья, да, люди, которые поклоняются Солнцу и знают, что вас немало. И все люди исповедуют то, что они стараются сказать, что их религия обладает какой-то исключительностью. Либо религия, либо, как в вашем случае, это то, на чем основано ваше мировоззрение. К чему вы призываете людей и делитесь, что именно это добро. Я сказал, практически все религии проповедуют именно о добре. О добре, о мире, о любви, может быть, о каких-то ценностях. Почему же я сказал, не сказал, что все, а сказал практически все. А сейчас я вам это докажу. Вот смотрите, есть люди, и та религия, которую я не буду называть в церях. В общем, эти люди, вы поймете, о ком я говорю. Как правило, их лидеры, они находятся в черных шапочках. И все эти лидеры, эти в черных шапочках, открыто себе заявляют, что они поклоняются Сатане. То Сатана и Бог. Но все люди, даже которые неверующие, когда слышат слово Сатана, либо дьявол, либо сатанизм, у них сразу какие-то понимания, какие-то недобрые. Ничего доброго, мне кажется, у таких людей не возникает, когда слышат вот это вот название. А когда люди говорят открыто, что Сатана и Бог. А православные, они исповедуют то, что именно эти люди распяли спасителя нашего Иисуса Христа. То есть мы вообще ничего с ними доброго не видим. То есть понимаете, даже все вот религии, которые я назвал вообще, которые люди есть, даже которые неверующие, но при слове Сатана у них возникают какие-то отрицательные эмоции. Но смотрите, что было принято. В 1922 году был съезд мировых религий, на котором все предстоятели или люди посланные туда, которые стоят во главе церквей, так называемых, они все подписали документ о мировом братстве и сказали, что они все молятся единому Богу. Думаю, что все люди понимают, что в молитве люди становятся едины. Но как же можно объединяться с тем, кто вот... Мы понимаем, что Сатана это что-то противоречит добрую. Мы хотим о добре говорить. Вот даже те люди, которые не исповедуют никакую религию, все равно они стремятся к добру, я думаю. То здесь, что может быть общего у тех людей, которые открыто говорят, что и Бог, это Сатана. Мы открыто знаем из их учения, что для них добро – это приносить детей в жертву. Но я думаю, что все люди здравомыслящие тоже понимают, что здесь нет добра, когда детей в жертву приносят. А этот документ, который подписали все главы, так сказать, мировых религий, они подписали документ, который обязывает всех соблюдающих этих документ защищать синагогу в религиозном чувстве. Простите, это как так? И от вас от всех подписали такой документ. Но, как и говорили еще наши святые отцы, то, что мы не видим, то, что все, насколько мы знаем, главы государств, они все ходят в синагогу и все вместе молятся с этими людьми в черных шляпах, которые открыто говорят, что Сатана есть их Бог. Что касается страны, в которой мы с вами живем, предстоятель этой страны открыто ходит в это место, говорит, что эти люди в черных шапочках – наши братья. Вместе с ними молятся, вместе с ними принимают от них подарки. Мы же говорили с вами, что если люди молятся, то они становятся одним целым. А потом ходят во все остальные места и приносят это туда. А теперь вы говорите, почему мы обращаемся. Вот у нас сейчас катаклизмы в Орске, в Кургане, в Сибири. И люди говорят, мы дома лишились, а нам вот сказали, что нам заплатят по 20 тысяч рублей. И то за эти 20 тысяч рублей нужно стоять, потому что они не понимают, сколько всего нужно пройти, чтобы получить хоть какие-то деньги. Так а что вы удивляетесь? Я же вам рассказал открыто и конкретно, с кем они в молитве соединяются и какого Бога они исповедуют. Если у всех, я же говорю, какую бы религию вы не исповедовали. Но при слове Сатана, я думаю и убежден, что у всех возникают недобрые чувства. Это противоположное добру. Так к чему же удивляться? Ну и когда человек становится гражданином этой страны, принимает документы, то есть законопослушным человеком, как мы все это, каким мы все стараемся быть, да, то человек этот автоматически соглашается с властью и со всеми законами. Так к чему же тогда удивляться? И что касается нас, вот смотрите, я вам рассказал одну ситуацию. Что ныне происходит? Они заключили нашего предстоятеля в тюрьму, в СИЗО. И с правовой точки зрения. Вот у меня есть, милости Божьей, юридическое образование. Я, конечно, давно этим не занимался, но тем не менее, какие-то основы, имею понятие о каких-то основных основах, но там все полностью нарушается. Люди не смотрят вообще на законы. Когда им выгодно, они принимают эти законы и используют их. А когда невыгодно, вот, они приезжают к нам и такой беспредел устраивают. Делают, что хотят. Вообще делают, что хотят. И когда им говорят, на каком основании вы выламываете дверь, покажите мне постановление. Они просто отталкивают и там говорят слова, они очень лицеприятные, и идут дальше. Ну и мы с вами все удивляемся. Почему же никаких не происходит? Почему же это так безнаказанно остается? И как мы вот видели из видео, из Орска, которое было, когда мужчина там выступает, я говорю, что мы на виллу вас поднимем. Но вот лично я могу ошибаться, правда. Но я лично убежден, что добивается того, и это чувствуется, то, что поднимает уровень нервного напряжения внутри, внутри страны. Для чего? Я опять же говорю, это мое убеждение, я могу ошибаться. Для того, как я думаю, чтобы народ поднялся и восстал на них, и чтобы они себе развязали руки в открытом применении оружия, либо физической силы, чтобы никто им не мог ничего сказать, что это незаконно. Хотя и так мы с вами видим, что абсолютно беззаконность, это вот их, так скажем, конек. На этом они именно ездят. Вот и все. И вот что касается, вот мы, Наталья, я вам говорил то, что постараюсь не говорить о нашем вере, вот о нашем вероучении. Я постарался. Но я теперь маленькую скажу, почему именно на нас такое гонение? Я приводил Алину Ушавину, например, человек в ферме. Верующий человек, мир и ним. Начал переводить цитаты святых отцов в церкви, в которой мы состоим, православной церкви. И не просто людей каких-то, а святых отцов. Да не просто святых отцов, а вот столпов этой церкви, учителей церкви. Приведите пример. И после всего этого сказали, что это учение вне закона страны, в которой вы живете. И дали ему штраф. Ну как так? То есть понимаете, все эти учения, хотите вы принимаете православие, хотите нет, эти учения, с кем и объединяется, верхушка той страны, в которой вы живете, они вместе с теми людьми, которые говорят о себе, что они поклоняются сатане. Так что же может быть доброго? А потом вы удивляетесь. Или там можете негодовать, нервы поднимать, что вот они такие негодяи. Так это понятно. Они и сами о себе свидетельствуют, что у них Бог, сатана. Чего же можно еще от них ожидать? И я очень, вот с чего начинал я, что это так грустно, когда ты один сталкиваешься лицом к лицом с проблемой, и никто тебе не протягивает руку помощи. Мы часто оказываемся в такой ситуации. Но как же грустно смотреть на людей, которые не протягивают руку помощи к другому. Но потом именно с этими людьми происходит что-то недоброе, когда они сами нуждаются в помощи. И не получается. Тогда они осознают, что как они поступали. Все, Фрис, Анталия. Отец Ануфри, спасибо. Здесь упомянули, да, милицию. У меня буквально, вы знаете, сегодня такое, сейчас, такую фразу сказали мужчина один. Он говорит, знаете, вот милиция, я раньше, я в милиции был милиционером, давно, да, это было, милые лица. А вот, говорит, полиция сейчас, говорит, я не был полицейским, так сказать, слава богу, по лицу они тебя, по лицу. Вот, интересно, я говорю, ну надо же, как у нас очень такой образный язык, да, и, конечно, да, действительно, можно сказать, что так. И еще, знаете, сижу, радуюсь, ни для кого не секрет, что я говорю о солнце, что много говорю на своих каналах и говорю, что люди должны обращаться. Думаю, как хорошо, что для обращения к солнцу не нужно нигде регистрироваться, ничего подписывать, ничего никому доказывать, а просто есть есть ты и есть оно. И, пожалуйста, в любое время дня и ночи нигде ни замка, ни запрета, ничего нет. Скажите, пожалуйста, вот, получается, те кадры, которые, ну, облетели интернет, когда вашу обитель ее там разворошили, у вас, вот, как сейчас там обстоит дело, то есть, вы там находитесь, приходят ли к вам, продолжают ли что-то требовать, и что вообще вменяют, да, я так понимаю, что за семьи, это вашему лидеру, идут конкретные, вменяют статьи, там, не знаю, как уголовного кодекса. Благодарю, Наталья, за вопрос, только простите, я маленькое скажу, что у меня немножечко просто совесть начала обличать, когда я говорю, мы должны все становиться едины, и именно, что я не досказал, что едины, именно против общего врага, вот, что я имел в виду, просто, чтобы совесть меня не обличала, прошу прощения, потому что стараюсь за этим следить, чтобы совесть не обличала. Так что касается вашего вопроса, они продолжают ездить, более того, они прямо искали нашего, одного из наших братьев, которые обвиняют в нанесении побоев сотруднику полица и не этой, я по-другому не могу сказать, простите, а есть видеозапись, ну, того фрагмента, за что именно нас обвиняют, где он сам, это деятель, он не относится к ГИБДД, к ДПС, он к такому не относится, он сотрудник уголовного розыска, так он незаконно, как мы считаем, остановил автомобиль, силы засадил нашего брата, которого теперь обвиняют в машину и не выпускал его, ничего не предъявляя, ничего не говоря, и когда, милостью Божией, этому брату удалось дотянуться до кнопки разблокировки дверей и выскочить, и убежать, вот, а там это было, вот смотрите, машина была заблокирована, а вокруг стояли наши братья и сестры, они требовали, чтобы нашего брата освободили, не применяя физическую силу, никакую именно требовали, возмущались, кричали, что это такое, что это за беспредел такой, и, конечно же, возмущались, так вот этот человек, а я тогда находился сам, я находился, вот, будучи административно задержанным, за тот случай 26 декабря, я находясь в камере для административно задержанных, я все это видел лично и слышал в тот момент, когда он приехал, приехал в эту полицайню, этот человек, и начал говорить своим друзьям, полицаям, вот такая ситуация, ему друзья, его говорят, ты звони быстрее в приемный покой, снимай телесный побой, он говорит, а что говорить, ему, скажи, чтобы грудную клетку тебе пробили, он при мне, я сидел в камере, в дежурке, звонит, в приемный покой этого районного поселка, где это все проходило, и говорит, напишите мне, что грудную клетку мне пробили, они написали, вот они теперь это все, эти негодяи, полицаи, это все заключили, и составили дело уголовное, и объявили у нашего брата федеральный розыск, вы понимаете, что происходит, мы лично были свидетели, есть видеозапись, но это никого не интересует, и мы этому не удивляемся, потому что предстоятель нашей церкви, Владыка Зосима Державный, он именно, с чего начались преследования, ведь все, я вам сказал, что на протяжении 8 лет Владыка Зосима проповедовал о догматах церковных, о Духе Божьем, о той сердцевине православия, которая сейчас напрочь утеряна, и в церквах так называемых, и вообще она везде напрочь утеряна, а Владыка Зосима именно рассказывал о живом Христе, о живом Боге, о Духе Божьем, и люди тянулись, а с какого момента произошло то, что произошло? После того, когда состоялся поместный собор, первый, мы поняли, что теперь у нас руки развязаны, то есть раньше мы опасались гонения, либо какого-то преследования, то после того, как состоялся поместный собор, мы поняли, что пусть с нами хоть что уже делают, самое главное дело было сделано, был проклят Дух Антихриста, и это так называемая церковь массового предательства, официальная, она была проклята на основании канонов церкви, и поэтому руки у нас теперь развязаны, то есть мы сделали то, что было угодно Христу Богу нашему, и теперь после этого стали открыто говорить, и говорить правду, говорить про этих негодяев, сатанистов в черных шапочках, потом неравный владыка, ему было открыто на основании тех условий, которые будет соблюдать, и которые будет выявлять Антихриста в конце времен, ему поняли, что представители Иерархии именно подходят под все эти признаки, а в 18-м году Жириновский, он открыто сказал, и есть у нас видеозапись, что мы все голосуем за единого правителя планеты Земля, выбираем хозяина планеты Земля, то есть мы все голосуем за единого, мы голосуем не за только за лидера России, но и за единого хозяина всея Земля, понимаете, ну такие слова есть, вот прям практически дословного мы сказали в Жириновском в 18-м году во время выборов, дальше, сказали, что Антихрист, он будет собой заменять Христа, в церкви есть определенное место, на которое может вставить только Господь, даже никто из властей не может туда вставать, только священнослужители, и никто никогда не вставал, а человек, о котором я вам говорю, кто есть Антихрист, он открыто вставал туда и говорил там, он садился на трон византийских императоров, и после этого всего, конечно же, этого и ожидали, я ждал этого и представителя, мы открыто начали говорить, то есть Антихрист, понимаете, и как говорила Алина Ушавина, вам бы могли предъявить за оскорбление, еще за что-то, но нет, тут именно духовная составляющая, которая и ложится на обывательскую точку зрения, которую вы все и ныне, вы все это чувствуете, все это видите, ну каждый же человек в этой стране, я думаю, что мало людей, которые довольны, и людьми, которые стоят на верхушке, и те, в той ситуации, которая обстоит в стране, я думаю, что мало таких, это же происходит на протяжении всегда, всегда нас обманывали, всегда после свержения царской власти, даже когда был этот режим безбожный, красной власти, мы всегда людей обманывали, не в одном, так в другом, не в третьем, так в четвертом, и это постоянно, но вы, оставляясь послушными гражданами, чего же вы хотите тогда, я же вам говорю, что жалуйтесь, не жалуйтесь, но все это, как я думаю, я сказал, это мое убеждение, к чему это все приведет, вот и все, я могу ошибаться, простите. Спасибо. Я, знаете, вы упомянули Жириновского, который много что озвучил на самом деле, его выступления, фразы, цитаты, они действительно людьми разобраны и выкладываются, и даже некоторые считают, что он был неким таким пророком, но на самом деле он просто говорил то, что было необходимо и позволено озвучивать на тот момент, когда он это говорил, потому что, ну, мы понимаем, что планы темной стороны, они все тысячелетиями сложены, прописаны, они их очень тщательно, старательно реализовывают, но есть законы, да, законы мира, высшие законы, законы пространства, можно их как угодно называть, и по этим законам пространства, живут все, да, то есть обыватели, обычные люди, они живут, не зная этих законов, темная сторона, эти законы прекрасно все знают, и она их использует, эти законы, для того, чтобы продвигать свои планы, один из основных законов, закон свободной воли, то есть свободную волю человека, ее нельзя нарушать, то есть человек должен согласиться всегда с тем, как с ним поступают, и, ну, так скажем, в лицо прямо нам не озвучивают, что я буду с тобой так, и так, и так, или с вами, да, там с целым городом, с нацией, со страной, с целой, вот, то есть нам это всегда преподносят в завуалированном виде, это также вид называют констрологическими теориями, это завуалированные мы видим в каких-то мультфильмах, в каких-то фильмах, в каких-то предсказаниях, возможно, да, ну, то есть в разных совершенно формах, вот, то есть все-таки информацию дают, а дальше уже дело идет, ну, за действием людей, или за, как сейчас, в принципе, в большинстве случаев происходит, за бездействием людей, вот, поэтому Жириновский, да, он был неким рупором таким, вот, ну, рупоры у нас много, их на самом деле, взять хотя бы обложку журнала иконы, вместо которой вот вышла буквально последняя, и там мы что видим, там мы видим, потопы, вот потопы, то есть, и уже, да, спустя какое-то время, после того, как у нас был Оренбургская область, Орск, как у нас сейчас Самарская область плавает, у нас другие, Курганская область, да, я вот каждый день, у меня недалеко река Белая в Уфе, и я хожу, там на третью пристань и смотрю уровень воды, вот сегодня я, к сожалению, не успела, да, вот, например, в субботу, в понедельник ничего не изменилось, но сегодня, приезжая там по другой стороне набережной, вода невероятно сильно поднялась, она поднялась очень высоко, но, кстати, все равно не поднялась до того уровня, как она поднималась раньше, ну, до того момента, как было построено у нас в Макузинской водохранилище, поэтому хочу сказать, что очень важно открывать рот и озвучивать вслух свое мнение, то есть если что-то происходит, ты говоришь, а я вот с этим не согласен, да, а я считаю, что вот так, а вот так вот неправильно, а если ты еще подкрепляешь это, так скажем, да, каким-то документальным действием, я все равно всегда говорю, что действие, оно может быть разное совершенно, да, то есть когда ты понимаешь, что происходит, то есть все равно вот любое понимание происходящего процесса, оно должно приводить к какому-то действию, да, я всегда говорю о мирных и законных действиях, вот, то есть действие может быть разное, это может быть, я не знаю, я вот люблю пикеты, правда, давно уже не выходила, то есть я люблю пикеты, я выхожу на пикеты, это может быть какое-то письмо, это может быть проведенный эфир, допустим, да, распространение, Но это опять-таки распространение информации, это может быть поход в какое-то ведомство, где ты им меняешь ответственность, глядя в глаза. Просто вот кто не ходил никогда к чиновникам на прием, я, например, очень рекомендую обязательно это сделать. Во-первых, вы еще раз убедитесь, что за люди там сидят, и подавляющее большинство, наверное, 99% это совершенно исполнители, которые ничего не решают, которые смотрят на тебя, хлопают глазами, только ждут, чтобы ты быстрее закончил и ушел. А они дальше будут в своем таком теплом местечке сидеть. Но встречаются, конечно, все-таки встречаются какие-то, во всяком случае, внешние, они хотя бы показывают, что они заинтересованы, что они неравнодушны. И вот когда ты им в глаза говоришь, что вы несете личную ответственность за то, что случилось, вот за то же самое потом, что вы такой же, как мы, ваши дети такие же, как и наши. Вот я состою в активе Союза родителей вместе, Совета родителей УФИ. То есть, когда ты говоришь чиновнику в Министерстве образования, что ваш ребенок точно такой же, как мой ребенок, и то, что происходит в системе образования, полнейшая деградация, что образование разрушено, что вы продвигаете там эту оцифровку, биометрию, цифровые платформы, где информация совершенно не отфильтрована. И сейчас мы, может быть, видели, что, вернее, сферу платформы, вот эта сфера, на которую всех тащат, что лицом платформы сферам стала инстасамка. Я даже думаю, тот, кто не знает вообще, кто это такая, но уже даже одно вот это инстасамка, но это говорит о многом. Мне кажется, это о многом говорит. И поэтому, конечно, они ерзать начинают на своих стульях, они понимают, что, да, ответственность-то очень на них великая, очень большая ответственность и серьезная, что она мимо них никак не пролетит. Сейчас вообще время такое, что вот эта ответственность, она очень быстро настигает человека, и не надо даже ждать, да, как мы читали когда-то в классической литературе, там, 18 века, что семь поколений, да, расплатятся твои дети. Сейчас уже, уже очень быстро все происходит в настоящее время, сейчас ты успеваешь сплотиться сам, ну, дети, конечно, тоже, что говорить. Может быть, поэтому, да, я встречала информацию, что дети силовиков, да, вот тех, кто прессует людей, выполняя вот эти приказы, то у них очень много, у них дети болеют очень серьезно. Вот, то есть это, ну, это вот ответственность как раз-таки, об ответственности. Вот. Ануфри, отец Ануфри, скажите, пожалуйста, вот, что происходит, вот, Зосима, получается, он продолжает сидеть, да, продолжает сидеть, и что там, как бы, ну, идут суды, было решение или не было решения, где он находится, вот, вот этот момент. Он находится в следственном изоляторе, не только он, а и владыка Инох, митрополит Царской империи, церкви Царской империи, и другой архиерий, епископ Симеон, они находятся втроем в следственном изоляторе Ульяновском. Что касается, как у них, у них очень сильно ужесточились условия к содержанию, то есть вообще настолько ужесточились. И это именно, как мы думаем, именно в связи с той деятельностью, в которой мы активно, и вот прошлый раз Алине сказал, то, что мы надеемся на Господа, и только в нем видим свой, ну, видим исход, решение ситуации. Она говорит, ну да, вы ничего не делаете, сидите, только на Господа надеетесь. И так могут подумать многие люди. Так вот, я и пользуюсь случаем, хотел бы сказать, что вся церковь сейчас массово работает. Тут работает на информационном поле. Там, либо какие-то опробуйте, либо вот, как сейчас, как эфир мы с вами записываем, то есть раскрывая ситуацию, людям доносить. Другая часть, они активно пишут иски во всевозможные инстанции. И все эти инстанции, они отписки пишут. Отписки эти не серьезные, ничего с собой не делают, но мы, тем не менее, первым, то, что то дело, которое мы делаем, мы также везде долбимся, долбимся, пишем и пишем. Потом у нас в других всевозможных, в других мессенджерах также идет распространение информации. То есть мы полностью стараемся работать как в информационном поле, так и правовом. Что касается вот всего этого действия, то пока как такового результата мы не видим, но мы понимаем, и сказал один архиерей нашей церкви, что таким тем самым, что мы проявляем такую деятельность, мы не даем спокойно себя чувствовать этим людям, которые открыто поклоняются сатане. И можно я еще скажу, вот с правовой точки зрения, почему, в чем конкретно еще причина нарушения главного закона, той страны, в которой вы все живете, что именно? По второй статье Конституции сказано, что человек является основной или главной ценностью, вообще что, основной ценностью является человек. Но точно такую же фразу находим в Библии сатаны, понимаете, точно такую же фразу находим в Библии сатаны, что именно, что человека нужно поставить, именно главной ценностью. Это противоречит нашему вероисповеданию, может быть, еще каким-нибудь верам. Что дальше касается? Почему я говорю открыто, что они беззаконники, а они сами свой закон нарушают, а даже вообще главный закон нарушают? В 29 статье, если я не ошибаюсь, написано, что никто не может открыто говорить о исключительности, то есть о превосходстве своей религии над другими. Но, простите, каждый же человек, который настоящий участник или настоящий член своей религии, он всегда будет говорить именно, что его религия именно носит какую-то исключительность по сравнению с другими. Это есть и в Коране, это есть и в православии, это есть везде, что все люди призывают и говорят, что там все недобро, вот как вы мне сказали сегодня, что вот я поклоняюсь солнце, я открыто это говорю, мне добро, я не хочу к другому куда-то идти. Так вот, главный закон, это с правовой точки зрения, она всех поравняла и говорит, что все одинаковые. То есть там православным это вообще противно. То есть, насколько мы знаем, что сейчас и сатанизм также хочет быть и есть уже, это рассматривается как религия, то есть сатанизм уравняли с православием. Что они сделали на этом съезде? Они все молятся одному Богу, об этом открыто говорят и даже подписали, как я вам сказал, декларацию, что в одном из пунктов говорят, что в религиозном чувстве, каждый, подписавший эту декларацию, они обязаны в религиозном чувстве защищать синагогу, простите, я этого не могу понять. То есть на правовом уровне мы с вами, вот именно получается, что мы с вами нас уравняли с сатанистами, и мы все с вами одно и то же. То есть мы, те люди, которые стремятся к добру, к каким-то нравственным идеалам, а сатанизм это противно, потому что они приносят жертву сатане, что они только не делают, а мы с ними вместе уравняли, понимаете. И потом вы говорите, мы будем вот правовыми и методами бороться, ну и на что же мы надыкаемся каждый раз? Все, что угодно этим людям, то они и делают, а все, что мне угодно, они нас затыкают и сажают в тюрьмы, нас избивают, что хотят делать, полный беспредел. И говорят, что вот ни к чему добрым это не приведет. Вот такие действия с их стороны. И потом последствия, когда людей невозможно будет сдерживать, когда, знаете, трудно русского медведя разбудить, но потом, когда разбудят русского медведя, это уже будет жестко. К чему они идут? И по всей видимости, таких целей именно не преследуют. А можно еще скажем? По поводу всех этих наводнений, по поводу всех этих, всех катаклизмов, у меня личное убеждение, и исходя из нашей веры православной, русской веры, вот помните всегда, в старину, в древности, когда были засухи, всегда люди наличинали Богу молиться. Богу молились, трипостасному отцу и сына и святому духу, и прекращалась засуха, либо когда, наоборот, безмерно дождь шел, и нужно было остановить дождь, что это плохо влияло на урожай и все остальное. Я же говорю, даже Великую Отечественную войну, когда безбожная власть, они все равно, именно с иконочкой православной, Матери Божией, пролетели через Москву, и фашист остановился. Так и сейчас, я больше в чем убежден, что мы должны поменять свои взгляды. И можно я еще подкреплю чем-нибудь свое слово, поскольку я понимаю, я вот Алине говорил, что слово всегда борется со словом. Если вы в чем-то убеждены, и я говорю против, и ничем этим не подкрепляю, никакими фактами, то я останусь туда бесплотным, и не будет мне за это никакой награды. А может быть даже я суждение подвержу, что буду просто в пустоту говорить, и просто воздух сотрясать. И ничем не смогу вас именно объяснить и рассказать, именно почему я этих придерживаюсь пустоев и именно этого вероучения. Если вы не против, я немножечко расскажу о себе, о своей истории, которая именно и открыла мне, поскольку большую часть своей жизни, а конкретно 25 лет, я совсем не был тем, кем я сейчас являюсь. Совсем у меня были другие взгляды, другие мировоззрения, у меня было все успешно, как я считал в этом мире. То есть у меня была успешная карьера военная, я был на хорошем очень счету, меня все ценили, уважали, у меня была спортивная карьера, я тоже неплохо себя чувствовал в спорте. Но потом, в один прекрасный момент, возвращаясь из отпуска с семьей, я супруга и маленький ребенок, девочке у меня и дочке было 8 месяцев, мы упали в страшную аварию, очень страшную аварию. И я после этой аварии умирал на секундочку, я месяц находился в коме. А моя супруга, до этого считавшая себя мусульманкой, она умирала, вообще у нее все внутренние органы были разорваны. Девочка, дочка моя, 8-месячная, вообще не пострадала. То есть понимаете, я вообще не в адеквате, у меня в коме был супруг, все внутренние органы разорваны. Это жестко было. Но после этого, когда супруга умирала, и к ней приехали в больницу, она сказала такую фразу, когда уже она умирала, очнулась и сказала, я хочу много детей, хочу мельчаться. Ей спросили, как ты хочешь мельчаться, когда ты некрещеная? Она говорит, тогда я хочу креститься. Ее покрестили в православии. До этого она считала себя мусульманкой. Ее покрестили. И она уже буквально в течение недели начала бегать там и говорит, что все у нее добро, что она переживала за меня. Выйди из комы. Я повторял только, я спросил у мамы. Мама находилась со мной в реанимации. Я говорю, мам, как правильно креститься? Хотя до этого, это было мне вообще, я ходил, ну просто, я считал, был православным, на это я не вникал никогда. Мама очень удивилась, говорит, ты где был вообще? Я говорю, я не знаю. У меня не сохранилось в памяти, у меня есть четкое понимание, что я был не здесь вот какое-то время. Потому что впоследствии, когда я вышел, у меня настолько все пошло, и то, что мне было раньше близко и дорого моему сердцу, я стал к этому охладел, охладел и не стал это делать. И вот у меня было, что касается мирской точки зрения, у меня было вообще все, и я просто купался в этом во всем. Но потом я это сам все лично, и от этого ушел. И именно выбрал Господа, и вот стал Богу служить. Вы знаете, как я радуюсь? И вот обычный человек посмотрит и скажет, ну ты просто какой-то ненормальный. Может быть, я не против, но это же моя жизнь, а это ваша жизнь. Я просто с вами делюсь и рассказываю. Вот у меня вот такой опыт, у вас может быть свой. Но именно поэтому я сейчас с вами, перед вами пристаю в такой одежде и служу именно тому Господу, которого, по всей видимости, я видел в коме. И вот мне говорили, да, мне говорят за все остальное, я говорю, ну простите, я был в коме. Если было бы что-то по-другому, я бы, ну может быть, там, мусульманином бы был или еще какую-то религию исповедовал, но я сказал, что я хочу стать лучше, хочу стать лучше, хочу стать лучше. И еще я говорю, что так страшно, так страшно попасть в руки Бога живого. Очень страшно. Вот. Поделишься немножечко, я думаю, что может ли кто-то услышит, кто-то не услышит. Простите, если кому-то чем-то навредил. Ну, спасибо вам большое за то, что вы делитесь лично, потому что это важно, потому что люди всегда, ну, реагируют, так скажем, да, когда человек открывает душу свою, то люди всегда это, видят это, реагируют, очень ценят. И вот вы сказали, да, про вот эту страшную аварию. Я убеждена, что вот все, что трудно с людьми происходит, вот аварии, какие-то катаклизмы, катастрофы, потрясения, взять наводнения, которые сейчас идут, да, взять пожары, которые у нас не первый год душуют, это все признано для того, чтобы нас изменить. И люди меняются. Вот. Есть примеры, когда даже самые какие-то черные маги, черные души, они настолько переворачивались на 180 градусов и становились действительно очень неоверующими, святыми людьми. Поэтому никогда нельзя ни на ком вообще, тем более на себе, да, ставить такую, как бы, печать, да, что ты такой, и ты никогда не изменишься. Ну, может быть, ни никогда ни на ком, да, но вот этот шанс, он на самом деле, наверное, до какой-то определенной степени он дается каждому человеку. И еще что хотелось подсказать, да, что вот я вот слушаю вас, да, и понимаю, что я уже вот как будто, ну, вот все это настолько знакомо, да, все это за свои годы вот в общественной деятельности, общение с людьми, это уже вот встречалось в том или ином виде, и что вот главное, скажем, к чему стремится система, да, с неугодными ей людьми, это очернить людей, опорочить их, оболгать для того, чтобы люди другие поверили и развернулись, отвернулись, да, то есть есть целые методички, методичка, это что такое? Методичка, это целый алгоритм действий, который призван, ну, привести к какой-то цели, вот, то есть, что люди поверят, что человек плохой, что он какой-то не такой, что он какой-то может быть преступник, что-то плохое сделал, и просто от него отвернулся, это целые технологии, вообще, у системы, это же, ну, есть огромные рычаги, да, огромные деньги, все карманные СМИ, черные технологии, целые институты вообще, умов, черные, да, они трудятся на том, чтобы вот разными-разными методами, но людей таким образом изолировать от общества, изолировать от социума, вот, и, конечно, у них на службе всегда многолиткая ложь, а у нас, ну, что у нас есть, у нас есть мы, вот, люди друг у друга, и у нас есть правда, она вот правда такая вот, ну, не всем может быть нравиться, такая, очень упрямая, очень упорная, неласковая такая, очень часто бывает, да, когда это серьезная ситуация, но вот она есть в наших, так скажем, арсенале, получается, что у нас идет вот такая невидимая война за наши сердца, за наши души, и очень важно, вот, делать свои собственные выводы, да, то есть не слушать, что тебе СМИ говорят, что тебе кто-то там в уши льет, да, такое выражение есть, а делать свое собственное, составлять свое собственное мини, делать свои выводы, а для этого нужно изучить первый случай, да, то есть если нет возможности пообщаться с каким-то человеком, просто изучая то, что он сделал, то, что он сказал, то, что он написал, может быть, это какие-то интервью, книги, какие-то его дела, вот дела, ну, больше всего говорят, на самом деле, да, то, что мы слышим по телевизору, одно, но дела совершенно другие, вот тебе, пожалуйста, уже за одно это, ну, просто, наверное, должно, ну, как глаза открыть, но, к сожалению, пока глаза открываются не так быстро у людей, как бы хотелось, но процесс идет, процесс идет, и вот эти трудности, они так сплачивают людей, буквально, вчера у нас были общественные народные слушания по теме потопов, и там очень много информации было, выступали и пострадавшие, и эксперты выступали, и общественники, экологи, разные специалисты, и вот там показали жителей одного населенного пункта, да, которые сплотились друг с другом, они сами сделали тамбу, укрепили ее, и они защитили свой поселок от того, чтобы его затопило, вот просто было очень радостно на это смотреть, и, конечно, хвала вот таким людям, которые объединяются, ну, правильно вы говорите, нам приходится объединяться, даже несмотря на некие разногласия, какие-то несовпадения во взглядах, но если у нас есть общий враг, общая проблема, то нужно обязательно объединяться и защищаться, вот, и тоже хочу еще сказать, да, что вот, например, пример, вот, пожалуй, отца Ануфрия, его братьев, сестер, да, их духовного лидера Зосимы, люди были не в политике, как бы, да, то есть они, наоборот, это вера, это религия, и я хочу сказать тем людям, которые считают, что они вот не в политике, и они не будут идти в политику по разным причинам, вень, страшно, еще какое-то неверие, что можно что-то изменить, пожалуйста, вы можете сегодня не быть в политике, вы можете быть религиозным каким-то человеком, да, но никто вам не даст никакой гарантии, что завтра вам к вам не придут, не скажут, ты читал не ту книгу, ты читал, не знаю, не то учение, не то, не манускрипт, как назвать, не знаю, то есть нет никаких гарантий, вот, поэтому, отец Ануфри, обращаюсь к вам, у вас, вот я думаю, мы уже заканчиваем наш эфир, у вас есть возможность обратиться к людям, и чем люди могут помочь в настоящее время вам. Я благодарю вас, Наталья, за ваш вопрос, чем нам можно помочь только распространять информацию, вот, в принципе, только это, но вы знаете, Наталья, когда я вас слушал, так много вы ниточек затронули, которые у меня родились, вам уже ответы, но вы не задавали вопрос, но мне хотелось сказать, вы сказали, что человека очернить, что это их вот главный конек, этих людей главный конек, а вот очернить, чтобы все, чтобы, что, как только не обозвать. Вот вы понимаете, именно это и происходит с Владыкой Засимой. Как только его не называли, в каких статьях только его не обвинили, и по сути, никакой ответственности, когда мы говорим, почему вы так сказали, какую, кому бы мы не обращали, что вот нарушено, много чего нарушено, поэтому, поэтому же законодательство, которое соблюдается в этой стране, то никто, все промолчали, просто отписки, 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 ничего конкретного. Это первое, что я вам хотел сказать. Второе, Хотел вам сказать, что когда вы говорили, что у каждого все должны быть, когда кто-то голос возвышает, его сразу могут топить, как у что бы ни говорилось. Вот вы говорите, что мы с Асамануфрием вроде бы разные люди, разных вероубеждений, вероучений. Но как мы знаем, справедливость видим, поэтому возвышаем свой голос, и поэтому мы с вами сегодня общаемся. И у меня, знаете, какое появилось большое желание, когда вы говорили, что нужно всё изучать, прежде чем отвечать на вопросы и обвинить человека в чём-то, или в его учении, либо ещё что-то, нужно изучить самому. И вы знаете, я так решил вам предложить, и у меня очень появилось большое желание, чтобы мне с моей стороны вам сказать, что в чём-то, на мой взгляд, вы ошибаетесь, или вам сказать мне, что я, на мой взгляд, в том, что я ошибаюсь, в том вероучении, в котором мы создаём. Нужно изучить первоисточник, как вы сказали, и на основании этого первоисточника уже какие-то диалоги вести. И поэтому у меня такое желание появилось, вот, все, кто нас слушает, кто нас, может быть, будете слушать, вам в прямом эфире сказать, что, Наталья, я так бы хотел бы, чтобы, если вы не против, чтобы вы мне какую-нибудь информацию дали на ваш первый источник, я бы, может быть, вам дал информацию на наш первый источник, и мы бы с вами устроили общение. На основании того, вы бы сказали бы, в чём, на ваш взгляд, у нас заблуждение, а мы бы сказали, в чём, на наш взгляд, у вас заблуждение, может быть, мы к вам и к какому-нибудь консенсусу пришли. Вот такое я хотел вам сказать предложение. Всё.